Журналистам быть непросто. Мнение, выраженное печатным словом и озвученное в эфире, становится известно всем. Материал подписан автором, который и несет ответственность за обнародованную информацию. Одновременно с ним, так устроены СМИ, за все точки и запятые, не говоря уже о словах, отвечает руководитель, главный редактор. Проходит время, и рядовой сотрудник может сам обрести право формировать план публикации. Он выходит на новый уровень, становится в своей редакции главным. Именно так строилась карьера главного редактора газеты «Время» Анны Смышляевой. Мы встретились в преддверии нашего профессионального праздника «Дня печати». Анна Олеговна сейчас руководит работой и редакцией Щелковской районной газеты и местного информагентства. А пришла она сюда совсем еще юной журналисткой. После окончания факультета журналистики сначала трудилась на телевидении в Москве, где готовила передачи на разные темы. Но ей уже в те времена хотелось работать именно в районке. В 2006 году тогдашний редактор Владимир Симонов принял ее в редакцию Щелковской газеты «Время». И для молодой журналистки Смышляевой начался путь в профессию, где главной темой был рассказ о родной земле и о людях, на ней живущих и работающих. Анна Олеговна показала нам свой первый опубликованный в районной газете материал. Он был посвящен празднику города Щелково. Здесь мне стало безумно интересно. Именно здесь я стала ценить то, что я общаюсь с людьми, знакомлюсь. Это так интересно. Я пишу об этом. Были звонки читателей. Появились какие-то пожилые пусть люди, которые звонили и говорили. Ну, прям свои уже поклонники, которые, если долго не видели материал, могли позвонить в редакцию и спросить, ой, а где вы, что случилось? Вот давно не выходила там за вашей подписью. Вот так вот. Анна Смышляева начинала работать простым корреспондентом, но довольно скоро ее назначили заведующим отделом экономики и ЖКХ. Конечно, и экономические вопросы тоже стали интересны. Как живет район, чем он живет, куда расходуются средства. Но мне кажется, это именно тема жилищно-коммунального хозяйства. Когда действительно рвались трубы, люди сидели без отопления, и на это не было средств, подтолкнуло как раз выяснить, а что, почему, как распределяется, кто делает ремонт, и на какие средства. И было очень мне почему-то интересно в этом копаться. Путь журналиста в профессию у каждого свой. Предложить какие-то типовые рецепты успеха вряд ли возможно. Но есть нечто обязательное, что составляет основу в том числе и журналистики. Владимир Симонов, когда брал на работу Анну Смышляеву, разглядел в ней очень важные качества, без которых уж точно не было бы карьерного роста. Аня порядочный человек и очень хороший человек. У нее добрый характер, что тоже немаловажно в профессии. Потому что люди творческие, у некоторых такие амбиции зашкаливают, не подкрепленные творческими возможностями. У Ани все это на месте. И творческие возможности, и характер. Как это бывает в биографиях руководителей, чтобы выйти на новый уровень, нередко необходимо взглянуть на работу коллег немного со стороны. С Смышляевой выпала такая возможность. Она работала пресс-секретарем главы муниципалитета. А уж после декретного отпуска ее опять пригласили в газету «Время». Я даже, наверное, не ожидала, что так положительно, так приятно меня встретят здесь в качестве главного редактора, директора на тот момент. Меня это поразило, удивило и, наверное, поставило где-то внутри какой-то плюсик, что спасибо этим людям и спасибо всем, кто воспитал, вырастил меня в этой профессиональной среде здесь, за то, что меня так оценили, приняли обратно и все положительно сложилось. То есть опыт здесь в газете получился достаточно хороший. Журналистов объединяет профессиональная организация «Союз журналистов». Сегодня Анна Смышляева возглавляет его местное отделение. В День печати журналисты говорят о его значимости. «Союз журналистов России стремится к этому, чтобы профессия журналиста...» Это, прежде всего, нравственная профессия. Это профессия для того, чтобы сделать жизнь лучше, чтобы сделать человеку лучше. В советское время День печати отмечался 5 мая. Но вот уже без малого 30 лет, 13 января, в честь указа Петра Великого о создании первой российской газеты, которая называлась «Ведомости». Очень хочется пожелать людям своей профессии, чтобы всегда в душе горел огонек, который бы позволял оставаться в профессии интересным, нужным и востребованным. Чтобы никакие политические, экономические, социальные стряски не давали возможность замкнуться и уйти в себя. Журналист – это открытый человек, поэтому он должен всегда оставаться востребованным. Мы тоже поздравляем всех наших коллег с Днем печать. Желаем творческих успехов и журналистского задора. Андрей Цихадович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.